Спасибо. Здравствуйте, коллеги. Сегодня у нас интересная тема. Сегодня мы поговорим о нашем старом новом сервисе «Книжная полка». Что-то подобное у нас уже было, но в очень усеченном варианте. Мы получили большое количество предложений, отзывов от наших пользователей именно по этому сервису, который мы переработали, основываясь именно на пожеланиях пользователей. Так что, мне кажется, это будет теперь гораздо удобней и полезней для вас. Что такое «Книжная полка»? «Книжная полка» – это наш сервис, доступен нашим подписчикам для того, чтобы формировать списки книг с прямым доступом к ним, соответственно, внутри нашей электронной библиотеки студента. Вы сами прекрасно понимаете, насколько это необходимо – формировать списки книг, предоставлять их для пользователей, для студентов, обмениваться ими и так далее. То есть, работа с РПД, к примеру, здесь особняком стоит. Вот. Поэтому давайте начнем наш вебинар-презентацию. Да, тут у нас небольшая предыстория. Да, легко ли было у нас раньше составлять списки, литературу и обмениваться ими? Ну, соответственно, время у нас идет вперед, развитие интернета и онлайн-обучения, соответственно. Поэтому как-то обмениваться списками путем передачи файлов вордовских с этим списком, с этими ссылками на страницы книг, либо где-то еще на файловых синхронизаторах. Теперь этого уже не нужно делать. Сейчас мы все сделали гораздо проще, удобнее для вас. Вы можете как формировать списки, так видеть их книги в наличии в этих списках, актуальные версии их и, соответственно, получить полный доступ и все возможные сервисы для работы со списком и с книгами. Что мы делаем, что предоставляет, дает нам этот сервис книжный полк? Вы можете создавать любые списки книг, все, что есть, все, что доступно вам в рамках подписки на нашу электронную библиотеку студентов. Вы можете подбирать всеми возможными видами, которые дает наш ЭБС для подбора литературы. Загружайте, составляйте абсолютно любое количество списков книг под любую тему, под необходимые лекции, направления, курсы, прочее, прочее. Ну и, соответственно, делитесь своими списками, давайте их доступ к ним своим студентам, либо делитесь ими с преподавателями, с корневыми пользователями нашей ЭБС. Все происходит моментально в онлайн режиме, очень удобно и просто. Так, ну что, давайте посмотрим, как это все у нас работает. Все готовы? Все слушают внимательно. Я хотел бы узнать об этом, если вы нажмете на значок огонька. Спасибо большое. Приступаем. Создаем полку. У нас есть всего 4 простых шага для получения необходимого результата. Соответственно, авторизуемся на нашей электронной библиотеке студента. После авторизации у нас есть такая вкладка «Сервисы» в правом верхнем углу нашего горизонтального меню. При подводе включается выпадающее меню и самый первый сервис в разделе «Сервисы» — это книжная полка. Кликаем на нее и попадаем. Вот она так примерно выглядит. Все зависит от того, какое количество, есть ли они, эти списки книг, которые вы уже сформировали. Если вы увидите, сначала идет фильтр. Это на случай, если у вас большое количество этих списков, вы давно работаете с этим сервисом или будете работать с этим сервисом, естественно, накопится большое это количество. Для того, чтобы вам не все не шерстить, по всему списку не бегать, не вспоминать, как вы это все называли, как это могло там быть, вот вам очень подробный такой расширенный поиск, где вы можете искать как по названию, так по направлению, по курсу, по году, по учебной группе, если вы ее отмечали при добавлении полки, по составителю, потому что вы можете смотреть не только свои полки, которые вы создали, но и полки тех, кто корневых или других преподавателей, которые вас добавили как лицо, которое может просматривать их. Также есть фильтр по типу. Шаг номер два. Как мы как раз-таки добавляем полку. Если мы вот вернемся сейчас назад, вы увидите, что вот так же здесь только немножко менее крупно, в правом верхнем углу, давайте указочку возьму, вот здесь вот находится кнопка добавить полку. Кликаете на нее. И при клике появляется специальное окошко для формирования этого списка. Вот такое вот всплывающее окно у вас появится. Здесь вы вводите название книжной полки, как вам необходимо. Выбираете в выпадающем меню направление. Это берется из нашего каталога книг. Здесь, как вы видите, для примера выбрана фундаментальная приглотная химия. За номером 04, 05, 01. Прописываете курс, для какого вы создаете эту полку. Год. Учебную группу. Нажимаете создать. Тем самым мы получаем книжную полку. Она пока пустая. Для того, чтобы ее наполнить, есть несколько вариантов. Шаг номер три. Либо мы пользуемся поиском, нашим большим расширенным поиском по ЭБС для подбора книг. Либо вы можете зайти в каталог, если знаете уже конкретный раздел, какой учебник вам нужен. После того, как вы подобрали у вас большой список книг, вы в правом углу увидите такие квадратики, проставляете галочки, те книги, которые должны у вас попасть в вашу вновь созданную книжную полку. После того, как вы все выбрали, поднимаетесь чуть выше. Вот видите, выберите действие над всем списком книг, которые либо через поиск, либо в каталоге вы получили. И нажимаете опять очередное выпадающее меню и находите вторую строку «Добавить в книжную полку». Все, при клике на эту кнопку все выбранные вами книги попадут в созданную вами книжную полку. И эта книжная полка у вас появится в общем списке, уже в самом разделе сервиса. Что вы можете с ней сделать? Вы можете при клике на вот здесь, на само название полки попасть в нее и увидеть все книги, которые там у вас есть, которые вы туда уже установили. Вы можете там редактировать, можете удалить ненужные вам книги для этой полки, если вдруг актуальность в них пропала. Либо можете также добавить туда необходимые книги тем способом, который я уже вам описывал ранее. Дальше вы можете скопировать ссылку на эту полку и отправить своим студентам, другим преподавателям, любым возможным способом, по мессенджерам, e-mail и так далее. И человек, кликнув на эту ссылку, увидит ваш список книг по конкретной этой полке. Ну, конечно, ему надо будет быть авторизованным в нашей электронной библиотеке студентов. Вы можете дублировать, если, к примеру, вам необходимо не полностью новую полку создавать с другим списком книг, а просто для какого-то там другой группы или другого курса чем-то дополнить или наоборот что-то там поменять. То вы дублируете, нажимаете кнопку дублировать, у вас появляется точно такая же полка, только с названием копия. И вы уже ее редактируете, меняете название, добавляете или убираете какие вам необходимы книги. Это облегчает работу, уменьшает время, если у вас какое-то массовое создание, вы там перед очередным новым учебным годом, к примеру, создаете большое количество этих полок. Ну и, соответственно, кнопку «Удалить». Это просто удаляет созданную вами книжную полку. Я вас поздравляю, теперь вы научились пользоваться этим нашим замечательным сервисом. Что еще хотел сказать. Этот сервис только как бы на первый взгляд кажется таким простым, но очень важная, как бы имеет под собой большую основу. Очень помогает в ведении учебного процесса. Как в работе вашей, как преподавателя, или библиотекаря, или корневого пользователя, так и совместной работе со студентами. Я тут, так понимаю, хотят задать вопрос от Елены из Белгорода, БЛГУ. Тогда я готов его выслушать. Так, ну ладно, пока задают вопрос. Вдруг еще у кого-то возникли вопросы, может быть, какие-то пожелания. Мы всегда готовы выслушать. Обратная связь для нас очень важна. Если вдруг вам не хватает какого-то функционала в нашем этом сервисе или в каких-то других, может быть, вам не хватает конкретного какого-то сервиса. У нас серьезная группа разработки. Ребята очень профессиональные, давно работают в этой сфере, поэтому мы как бы не только подходим к этому с нашей техническо-программистской точки зрения, но и всегда стараемся смотреть на нашу библиотеку студента с точки зрения пользователя, преподавателя, для того, чтобы сделать ее максимально удобной. Так скажем, ускорить процесс работы с ней. По этой теме я, наверное, уже закончил. Вопросов, если нет, хорошо. Если вам было все понятно, доступно, прошу также нажать на огонечек. Спасибо. А вот я увидел вопрос от Майи Стояновой. Возможно ли в полках поставить книжки от нашего компьютера? Нет, к сожалению, нет. Работа ведется только с контентом, который находится в нашей электронной библиотеке студента. Потому что здесь важна именно связь с нашей ЭБС. Просто ссылка на книгу в вашем компьютере, например, она может не сработать в самый нужный момент, потому что вы выключили компьютер, вы ушли, или, например, какая-то проблема с интернетом у вас возникла, да много еще с чем, и, соответственно, ссылка будет просто битой, и никто не сможет по ней никуда зайти. Поэтому такого варианта у нас не предусмотрено. Так, по поводу книжной полки я вроде бы все рассказал. Может быть, Татьяна меня еще дополнит, когда выйдет после меня. Что еще хотел немножко рассказать? У нас последние эти два месяца в нашей команде разработки, они были очень насыщенные, но без каких-либо больших таких релизов. Вот. Но мы провели очень большую, серьезную работу. Если кто-то, может быть, из специалистов понимает, мы обновили наш выход на ПХП. Сейчас последняя версия он. Это позволяет нам еще интенсивнее работать с нашей ЭБС. Позволяет использовать новые сервисы и более углубленно иметь возможность дорабатывать то, что у нас не позволяло со старыми версиями этого ПХП. Что еще? Мы провели большую работу по оптимизации кода, по оптимизации наших работ с сервисами. Минимум в два раза быстрее стало загружаться страниц нашего сайта ЭБС. Это минимум. По многим параметрам это стало еще быстрее. Мы оптимизировали не только отдачу информации и код, мы оптимизировали отображение, отображение страниц. Это увеличило, уменьшило время ответа от сервера. Вы быстрее получаете ответ, вы быстрее получаете результат по поиску, открытие страниц и прочее, прочее, прочее. Мы всегда стараемся идти, так скажем, ногу со временем, потому что интернет сейчас, скорость у людей интернета растет. Все уже привыкают к тому, что все летает, все быстро загружается. Но я хочу напомнить, что база у нас книжная, очень большая. Сотни тысяч книг. Соответственно, запрос к ним у нас размещена на нескольких разных, очень объемных серверах для того, чтобы, если вдруг один из серверов откажет, произойдет какая-то проблема. Вот у нас тут не так давно были ДОС-атаки. Уж не знаю, не буду говорить, с какой стороны они приходят. Вот, но если вдруг падает один сервис, второй его подхватывает, и вы не замечаете, ну, во всяком случае, в большинстве случаев, не замечаете каких-либо проблем, связанных с этими атаками. Так, по работам, которые мы провели, я рассказал немножко о будущем. Мы планируем, мы сейчас уже разрабатываем новые работы, новые интересные сервисы. Очень есть у нас два очень важных направления. Мы долго пытались к ним подойти. Это очень сложный процесс. Первый – это улучшение работы нашего поиска по книгам. Теперь он… мы сейчас будем разрабатывать новый способ, так называемый, векторизация. Когда вы… Сейчас поиск производится по нескольким параметрам книги. То есть это ее название, автор, ну, бип-запись ее. Вот. И некое описание, аннотация книги. Но в эти параметры может очень много чего не входить. Сейчас мы разрабатываем структуру, при которой будет браться весь текст книги, определяться в нем ключевые слова. И в поиске вы можете уже искать эти книги по ключевым словам, по тем направлениям, тем моментам, которые больше всего отражены в этой книге, которые могут быть, ну, не совсем отражены в этой бип-записи или там в ее аннотации. Тем самым выборка, подборка вот в этого поиска, она будет более точной и более удобной. И вторая такая серьезная у нас будет работа, прям очень серьезная. Я думаю, все это оценят. Ни у кого пока еще такой нет. Я надеюсь, что мы с этим справимся. Мы переделываем читалку. Нашу онлайн-читалку книг в новый формат. Теперь, ну, не теперь, а на, мы надеемся, когда мы все сделаем, получим такие результаты. Во-первых, это хорошая масштабируемость. Сейчас этого нет по одной простой причине, то, что мы не можем по работе с правообладателями предоставлять книги, там, в формате, к примеру, FB2 или PDF, потому что ее легко скопировать и тут же где-нибудь выложить. Тем самым правообладатель получит пиратскую копию где-то бесплатно и так далее. Поэтому самые главные условия от них – это невозможность копирования. И вот мы сейчас разрабатываем читалку, разрабатываем формат, который позволяет одновременно и быть таким удобным, как тот же самый FB2 или PDF, и одновременно не дает возможности скопировать, как-то там спиратить эти книги. Плюс, как вы, наверное, знаете, работать с этой читалкой не очень удобно с мобильников. Опять же, именно с вопросом ее масштабирования. Вот это мы тоже решаем в рамках вот этой новой задачи по новой читалке. То есть, сейчас мы… Основной упор идет на решение проблемы, а это главная проблема была – это определение различных формул, графиков и прочего, потому что до этого система их видит исключительно в виде картинки. То есть, не перенести на другую строку, если там длинная формула, к примеру, или какой-то математический пример или что-то подобное, она не может. И, соответственно, вы видите это в виде картинки и в очень маленьком масштабе. Вот этот вопрос мы тоже решим. Надеюсь, что мы это решим за это лето. К новому учебному году мы предоставим обновленную, так скажем, и очень удобную ЭБС для вас. Какие-то еще вопросы? Может быть, у вас есть? Может быть, какие-то советы, какие-то просьбы? Ну, раз вопросов нет, тогда я, наверное, буду заканчивать, как я еще раз повторюсь, у нас эти два месяца были очень напряженные, очень много работы, но чего-то такого, что прямо вот интересно для вас, мы могли бы рассказать, но, к сожалению, пока нет. Вот следующий вебинар, наверное, который я проведу месяц через два, он будет насыщенным, так скажем, на новые веяния, новые разработки. Да, спасибо вам за то, что приходите на наши вебинары, за то, что пользуетесь нашей системой университетской библиотеки онлайн. Нам очень важно получать от вас, еще раз прошу, если вдруг есть какие-то мысли, есть какие-то предложения, пожелания, может быть, какие-то ошибки, вы где-то увидели, пожалуйста, помогите нам, пришлите письмо, у нас указаны все имейлы, и мы всегда оперативно их отработаем и решим какие-то вопросы. На этом спасибо. Я прощаюсь. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok